Привет! Ты сто процентов слышал вот этот трек. Не поверишь, но его написал наш соотечественник из Тамбовской области. Имя его Ван Хат. И прямо сейчас мой коллега Дима Даллен возьмет у него интервью и разберет в музыкальной программе, которая называется Fall Studio, его хит Snowfall. Поэтому, друзья, накидайте лайков и комментариев. Мы начинаем. А я, DJD Mixer, напоминаю, что у нас есть самый большой и самый крутой телеграм-канал для музыкантов, который вас ждет по ссылочке. Начинаем! Всем привет! Сегодня с нами One Heart или One Hurt. Расскажи, пожалуйста, как правильно произносить твой ник и пару слов о себе. Всем привет! Правильно произносить вообще One Heart псевдоним? Ну, тут уже кто как хочет. То есть можно и One Hurt. One Hurt — это как кому угодно. Расскажи, пожалуйста, где ты живешь и как ты пришел к написанию такой атмосферной музыки. Я живу в маленьком городе в Тамбовской области. Население тут всего лишь 17 тысяч человек где-то. Начал писать музыку вообще я в 2017 году. Я помню, слушал тогда EDM по типу Мартина Гарикса, Дона Диабло, РХаба тоже. А к написанию такой атмосферной музыки я пришел случайно. Я наткнулся на... Сейчас точно не вспомню, кто именно. Ну, по-моему, вот Саша Антент — это тоже русский чувак, мой хороший друг. Он меня подтолкнул, в принципе, на написание фичи Гэриджа. Потом я услышал про Сайб Веста. Ну и там дальше начал узнавать о других исполнителях. То есть Вакант, Сороу, Пенсис — крутые ребята. До сих пор меня вдохновляет, в принципе. К написанию эмбиент треков, ну, вообще, я случайно пришел. Типа я не планировал их писать. У меня были различные демки. То есть я писал их, можно сказать, в стол. Ну, выкладывал разве что на саундклауд и все. И то это было не то чтобы эмбиент, это просто была какая-то пианинка, какая-то такая простенькая мелодия, не знаю. И потом, значит, я в 2000... каком? В 21-м году я познакомился с Рэй Дэнши. Вот это чувак, про которого незаслуженно забыли все. Получается, меня пригласили на сервер. Назывался Cadly VX, он и сейчас так называется. Где в основном лоу-фай-продюсеры сидят. Я в то время тоже писал лоу-фай. Я, кстати, что только не перепробовал. То есть мы познакомились с Рэй Дэнши, и через какое-то время я нашел его трек It Feels Like I Forced In Something или что-то такое. Вот, и написал ему, предложил коллабу. И спустя какое-то время он мне скидывает демку. То есть вот этой демкой был как раз Snowfall. Он звуч... ну, демка эта звучала вообще иначе. Ну и вот сейчас что есть, то есть. Как-то так. Получается, трек Snowfall написал изначально не ты. Ну, да, Женя, то есть мне скинул мелодию, бас. Ну да, в общем, все основа. Я уже так, чисто досвел, добавил атмосферы, чтобы звучало, так сказать, ну, финально, что ли, закончено. Покажи тогда, пожалуйста, что Рэй Дэнши написал, а что в треке сделал ты. Ну, то есть от Рэй Дэнши здесь вот эта мелодия, она была изначально написана в серуме, просто я потом зарендерил для того, чтобы было удобнее, так сказать, работать. Ну, я думаю, все эту мелодию слышали и не раз. Вот. День, в который ты создал этот трек, что это был за день, какие эмоции ты испытывал, как у тебя получилось создать настолько сильный эмоциональный трек и передать настроение? Я знаю, что это у тебя был за день, и я хочу, чтобы ты поделился с ними, со зрителями. Получается, тогда был декабрьский день, то ли это была середина, ну, где-то так, вот. И я сел за проект, который мне кинул Женя. Что-то я был в таком подавленном состоянии, то ли после школы, то ли еще что-то. Даже изначально проект назывался Тайреднес, типа усталость. Ну, не знаю, что-то посидел, накидал, досвел тут, и получился такой атмосферный трек. В принципе, тут, то есть, ничего сложного. Название, в принципе, оно было придумано спонтанно. То есть, когда я уже закончил трек, я отправил его Жене, я спрашиваю, типа, как мы его вообще назовем? Ему, по-моему, ничего не пришло в голову, а у меня тогда шел снег. Я думаю, ну, пофиг, давай Сноуфул назовем. Так и получилось, собственно. А к остальным трекам ты сам пишешь мелодии, или вы вместе работаете с Райденши? Ну, нет, мы вообще по отдельности. То есть, в своих сольных треках я писал мелодии. Это когда там коллаборации с кем-то, то есть, там, да, либо кто-то скидывает офигенную мелодию, я добиваю. Вот, но зачастую, типа, я сам пишу их. Как у тебя получается достигнуть таких эмоциональных мелодий в своих композициях? Ну, слушай, тут я даже не знаю, как ответить. Ну, всегда все получается рандомно. То есть, никогда не знаешь, что может выйти. Я обычно просто сажусь в эфелку, когда у меня какой-то там, не знаю, ну, либо, ну, не то чтобы подавленное, а уставшее такое состояние. Я пытаюсь что-то сделать. Не всегда получается хорошо. Много демок отсеиваются, уходят в мусорку. У меня даже папка есть, которая называется «Чисто мусорка». А есть у тебя музыкальное образование, или ты, может, просто в музыкальную школу ходил? Да, я ходил в музыкальную школу целых четыре года, вот, по классу фортепиано я занимался. Вот, и у меня даже красный аттестат где-то лежит в шкафу. То есть, не скажу, что прям мне музыкальное образование как-то пригодило. Сольфеджио, может быть, да. Специальность я уже все забыл, вот. Поэтому прикольно иметь музыкальное образование. Так что да. У Snowfall какие-то нереально большие, огромные прослушивания на Spotify. Как ты это сделал? Как ты этого достиг? Какое было продвижение? И кто принимал в этом участие все? Ну, вообще, с самого начала, когда мы, получается, дописали этот трек, я хотел отправить это на лейбл Dreamscape. Это такой лейбл, который выпускает и Wave, и Ambient. Ну, то есть, специализируется на атмосферной электронике. Я с самого начала, когда скинул этот трек ребятам, они сказали то, что у этого есть прям огромный потенциал. Но я в это, если честно, не верил. Но когда уже они, то есть, запустили промоушен в ТикТоке, то начали расти цифры на спотике. То есть, потом это... Ну, в ТикТоке это не так зафорсилось. Спустя три месяца после релиза это начало в рилсах вируситься. Там мне одноклассники даже кидали сторисы каких-то блогеров, у которых играл Snowfall. И потом это уже через какое-то время на ТикТок перешло. Вот прослушивания там росли, там, не знаю, со скоростью света. Это, конечно, ну, это я преувеличиваю. Но, да, быстро росли прослушивания. Вот. И на самом деле круто, что так получилось. Не ожидали мы такого эффекта. Вот. Ты вкладывал какие-то деньги в продвижение, может быть? Я... Нет, я не вкладывал, всё делал лейбл. Вот. И мне кажется, без лейбла этот трек бы не стрельнул. Потому что я на своём аккаунте в ТикТоке пытался это промоутить. У меня видосы толком не залетали. Вот. И я думал, ну, ладно, типа, как есть, так есть. И всё. Вложил ровно ноль рублей. Топ-5 музыкантов, которыми ты вдохновляешься. В последнее время, вот, наверное, топ-1 для меня – это музыкант под псевдонимом Трефлип. Очень крутой чувак, который делает такой постпанк. И Эмпин он тоже делает. Раньше он фонг писал. Ну, такой трейпинг, то есть такой чисто саундклауд фонг. Вот. Он прям меня в последнее время дико вдохновляет. Потом Клэмс Казино. Это прям вообще легенда. Потом тоже один из недооценённых чуваков My Head is Empty, которого я нашёл случайно вообще. То ли в 21-м году, то ли в 20-м. Прям вообще гений, можно сказать. Ну, EDM тоже слушаю. То есть Хиггс, Кугар и Флюм. Вот. Топ-5. Какие у тебя дальнейшие планы по музыке и по твоему проекту? Ну, во-первых, дописать альбом свой, который я уже где-то... Выпускать больше разножанровой музыки. Вот. Ну, Эмбиента немножко выпускать. Эмбиента, если честно, начинает уже поднаскучивать, потому что я такой человек, что не люблю делать что-то одно, меня постоянно тянет куда-то, ну, в разные стороны. И моя аудитория это, конечно, не особо вкатывает. Но, согласись, если я буду делать одно и то же, то это слушателям быстро наскучит. Поэтому я за различные эксперименты. Поэтому будет очень много разножанрового музла. То есть там и Synthwave планируется, и что ещё? Эмбиент пост-рок. Короче, разная музыка будет. Ждите. Давайте заглянем в проект. Вкратце расскажи, что у тебя где находится, какие-то барабаны, может, использовал, перкусси, потому что их вроде бы нет, но, может, использовал их для атмосферы. Нет, барабанов здесь никаких нет. Здесь, получается, две дорожки. Это мелодии Женины. Вот, потом здесь бас. Такой достаточно плотный. Здесь роудсы, но не так на фоне. То есть их не слышно особо. Расскажи для зрителей, что такое роудс. Родис пиано — это такой электронный музыкальный инструмент. Он чем-то напоминает орган отдалённый. Ну, такой ламповый звук придаёт. Вот, в лоу-фай очень часто используется. Дальше здесь идёт атмосферка. Ну, обычная. Под лоу-пассом. И здесь ещё одна атмосферка есть. Я её через... Микрон Кискейт плагин такой сделал. Я просто записал весь трек. И вот этим плагином заблюрил, скажем так. То есть получилась такая неплохая атмосферка. Какие твои любимые VST инструменты? И ты используешь VST или у тебя есть какой-то аналог? Так, значит, из VST любимых... Ну, Serum, понятное дело. Потом Diva. Это плагина от Yuhi. В таких более энергичных треках у меня есть Silent. Hive. Тоже от Yuhi. И чё, наверное, всё. Ну, с толковыми иногда даже пользуюсь. То есть тут от самого трека зависит. А, ну, Lapse ещё. Вот, всё. Так, я сейчас покажу трек под названием Ностальгия. Ностальджия. Не знаю, как правильно. Этот трек сейчас тоже относительно так неплохо грустится в ТикТоке. В Reels'ах внести часто его вижу. То есть он сам по себе простой. Вот, сейчас покажу. ЦП в офиге. Здесь по фигне вообще. То есть... Это вообще синт ваншот. Мне его скинул мой кореш. MyHateZemte. Вот. То есть по обработкам тут, в принципе, относительно... Ну, вот, сейчас вырублю. Здесь, значит, дилей. Потом эквалайзером. Низа срезал, тупо. Шиммер. Ну, чисто тут микс. Кристаллайзер. Но он там в конце вступает. Эффект вот такой. Биткрашер чуть-чуть. Рилей. Я не помню для чего. По-моему, чтобы чуть... Стереу ввести. Да, в стерео. Ввёл. Тут, правда, я ещё ввёл вот этой крутилкой. Ну и фильтр. Лоу-пасс. То есть ничего сложного. Потом идёт этот же паншот, только тут дополнительную мелодию играет. То есть с атакой. Вот. И зацикленный. Ого, слайд есть даже. Нифига себе. Прикольно. Да, он даёт такой эффект. То есть если я сейчас врублю без обработки... Ну да, обработка здесь решает. То есть здесь дилей такой. Сейчас я буду по очереди включать. Вот. Это дисторшн чисто, чтобы... Ну такой хруст был. То есть... Призвук. Потом я срезал низкие частоты и высокие, чтобы он чисто на фоне был. Добавил шиммер. Ну чтобы такое эхо было. Кристаллайзер. Такой же эффект даёт. D-Blue Crusher. И панкейк. Это для того, чтобы по панораме бегал. Чтобы это не вручную всё автоматизировать, а плагином таким. Ну и FastLP. Он чё, для фильтров тут. Потом идёт плаг, который на фоне. Это плагин Diva. Пресет Northern Lights 2. Дальше я не помню, что тут в хайве. А, это пэд просто под биткрашером на фоне. А дальше идёт Silent. Очень много пэдов. Это всё для атмосферы, да? Ну это, да, чтобы не всё сразу, а это же включается всё постепенно. Вот. И в этом есть какой-то такой шарм. Ну то есть здесь, по-моему, синусоиды обычные под фильтром. Вот. Дальше идёт бас. Бас мой любимый. Который в Snowfall. Это он же. Это я с помощью Diva, наверное, записал. Чтобы Proz не трещал. Ну это чисто фоновые штуки. И вот это. Это пэд, скорее всего. Да. Это пэд из Дивы. Он уже ближе к концу вступает. И... То есть, чтобы было понятно слушателям, что это концов. Вот. И здесь... Ну и сэмплов. Чисто... Дождь для атмосферки. Да, такой. А, нифига, тут Pancake. D-Blue Crusher. Он, правда, тут вообще ничего не делает. Ладно. И... Reverb. То есть, очень простой проект. Что должно быть на мастере? В атмосферном треке. Ну давай еще посмотрим. А, здесь на самом деле все по вкусу. То есть, и мейджером я убрал низы. До 140 Гц. Тут... А, ну тут еще высокий чуть-чуть. Я в стерео увел. Вот. Максимайзер. Я не помню, кстати, зачем я максимайзер. Ну, чтобы погромче трек сделать. Вот. Потом у меня здесь стоит transient master. То есть, вот тут лимит, кнопочка. И 0 дБ. Это чтобы трек в пределах нуля играл. Ну и с узом. Тут, чтобы резонансов никаких лишних не было. Все. То есть, опять-таки, тут по вкусу. Но у меня обычно как. Я, то есть, ставлю озон и мейджер на мастер. То есть, там что-то делаю. Потом лимитер какой-то, чтобы громкость выше нуля не поднималась. И с узом, чтобы резонансы на мастере все убирало. Но, чтобы убирало именно так, чтобы не слишком прям все кристально чисто звучало. Вот. Как-то так. Прикольно. Блин, я аж заслушался, если честно. Ой, блин. Так. Да. В жопу атмосферную музыку. Что ты посоветуешь музыкантам, которые пишут атмосферную музыку? Первый совет – это не бойтесь экспериментировать. Блин, сейчас, не знаю, на мой взгляд, не хватает чего-то такого свежего. Цей рынок, как будто музыки, переполнен вот этим однотипным шлаком, можно сказать. Не бойтесь смешиваясь с жанры. Это, в принципе, нормально. Хотя это говорит человек, который ambient пишет. Но не суть. Не слушайте хейтеров. Прислушивайтесь только к тем людям, чье мнение вам действительно дорого. Вот. И тогда у вас все будет хорошо. Вот. Не опускайте руки при первых неудачах. Это все нормально. Неудачи случайно льти со мной. Вот. И я это все к чему веду? К тому, что каждый человек может добиться того, чего он хочет. Просто главное – работать над этим. Не просто сидеть и ждать, когда там с небес посыпятся миллионы прослушиваний. Нет. Это все достигается упорным трудом. Вот. Поэтому не бойтесь заводить контакты. То есть не бойтесь писать кому-то. Это абсолютно нормально. Только, не знаю, старайтесь быть вежливее. Потому что вот я у себя в директе очень много такого замечал. Когда там люди как-то грубо пишут. Ну, то есть сразу отпадает желание отвечать человеку. Вот. Не надоедайте с глупыми вопросами. Вот. Потому что странно порой очень сообщения поступают. Вот. То есть будьте добрее, будьте адекватными. Вот. И все. Спасибо большое, Ван Харт. Обязательно подписывайтесь, ребята, на его соцсети, на его TikTok канал, YouTube канал, Instagram. И все, что у него есть. Ссылки будут все в описании. Всем пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok